Воскресенье Дорогие братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую с сегодняшним воскресным днём. Сегодня мы отмечаем 27 воскресенье после праздника Святой Пятидесятницы, праздник Святая Троица. Вот вы знаете, что в День Благодарения нам была принесена Курская Коренная Икона Божией Матери. Это величайшая святыня русской, зарубежной церкви, а, собственно говоря, великая святыня всей русской церкви, потому что она принадлежит всем православным, русским, украинским, белорусским людям. Она была обретена в 1295 году. Таким образом, она из самых старинных чудотворных икон русской церкви. Она была найдена в корнях древа. Вот эта средняя часть, где изображена Божья Матерь, с распростёртыми руками, на её чреве внешний Спаситель изображён. Уже потом Иоанн Грозный потребовал эту икону в Москву, зная, что она чудотворная, и он приказал изографам кремлёвским добавить к этой... То есть ставить эту икону в икону всех пророков Ветхого Завета, которые предсказали рождение Господа Иисуса Христа, Мессию долгожданного от Пресвятой Девы. То есть каждый пророк, который пророчествовал об Иисусе или об Божьей Матери, изображён на этой иконе. И эта икона на протяжении очень многих столетий вновь и вновь играла видную роль в русской истории. Я не стану вам распространяться сегодня и рассказывать эту историю. Вы можете её сами прочесть. У нас есть брошюрка у священного ящика. Вы можете её взять и с ней ознакомиться. Но была великая радость, что икона находилась с нами почти две недели. Вот эту традицию много лет назад установил преснопамятный митрополит Иларион. И владыка Николай свято хранит это желание владыки митрополита Илариона приносить икону сюда к нам. И в течение этих двух недель икона посетила все шесть церковных общин русской и зарубежной церкви в Большом Вашингтоне. От на севере Балтимори аж до юга Вирджинии. Но надо было её вернуть к сегодняшнему дню, потому что сегодняшний день является днём праздника Курской иконы. 10 декабря, когда наш архиерейский сенот празднует свой престольный праздник. Так что мы её отвезли в среду благополучно. Владыка Николай был доволен, что икона прибыла в сенот заблаговременно до начала праздника Курской иконы. И вот в эти дни будут проходить архиерейский сенот. Съехали из наших владык, из разных стран. Так что если вспомните на этой неделе, помолитесь за них, чтобы Господь их умудрил и помог бы провести вот это важное архиерейское совещание, которое решает многие вопросы нашей каждодневной церковной жизни. Но вернёмся к сегодняшнему дню. Мы слышали сегодня в Евангелии о том, как Господь исцелил в субботу сагбенную женщину, которая 16 лет ходила сагбенной. Вы, может быть, видели таких людей, которые выпрямиться не могут, на небо посмотреть не могут, только смотрят вниз, ходят и видят только тротуар, асфальт, и если по сторонам повернуться, может быть, что-то другое. Это ужасное состояние. И вот субботу Господь исцелил эту женщину. А суббота, шаббат по-еврейски, это праздник. Вот следует разобрать слово праздник, русское слово праздник. Это слово происходит, как ни странно, от слова праздны. Порожний, пустой. То есть заполненный обычными, не заполненный обычными повседневными делами. Это время, как мы все знаем, когда мы обычные дела не делаем. Например, православному человеку не придет в голову сегодня пойти, вот сейчас дождик идет, траву косиска. Это надо отложить до субботы, на другой день. Но воскресный день надо хранить свято. Как еще было установлено в Ветхом Завете по отношению к субботе. Суббота, шаббат, день покоя, праздник, день праздный. Евреи все шли в синагогу или в храм Иерусалимский, приносили жертву, соблюдали все чинопоследования своего иудаизма. Но когда мы говорим, что праздник происходит, это слово праздный, это не значит, что мы ничем не должны быть заняты. Мы должны освободить себя от обычных дел, дел, которые мы делаем в течение недели. Но это значит, что мы должны заниматься другими делами, делами духовными. Выходить, идти в церковь по богослужению, молиться, творить добрые дела. Еще в Ветхом Завете, в 20 главе книги Исхода, Господь сказал избранному народу, я прочту этот отрывочек, «Помни день субботный, чтобы светить его, шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а в день седьмой суббота Господу Богу твоему». Есть такая даже одна из десяти заповедей. Не делай бы онный день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Когда Господь наш Иисус Христос жил на земле, Он, среди прочего, сказал, что я не пришел отменять закон, я пришел исполнить закон. То есть, другими словами, Господь говорит, Он не пришел не для того, чтобы отменить все прежнее, что было в Ветхом Завете, а сохранив все это, исполнить, то есть усовершенствовать эту заповедь иными способами. И вот, конечно, мы, для нас суббота – это полупраздный, полупраздничный день. А воскресенье, конечно, главный день недели. Мы называем его воскресеньем, потому что каждое воскресенье мы отмечаем малую Пасху. Но вот Господь исцелил эту несчастную женщину, которая вот в 16 лет страдала своим ужасным состоянием в субботу. И это привело в ярость фарисеев. Надо сказать, что Господь в Евангелии, в всех четырех Евангелиях, мы насчитываем шесть исцелений, совершенные Господом в субботу. И впечатление такое создается, что Господь нарочно это делал, чтобы вызвать эту реакцию у фарисеев. И вот Он сколько раз говорил, «Вы, фарисеи, лицемеры, вы своим законничеством мешаете людям войти в Царство Божие. Вы на них накладываете бремя неудобоносимое». Так что Господь показал этим действием чудесами, сотворенными им субботой, как важно делать добрые дела в День Покоя, День Воскресного. А какие могут быть эти дела? Мы, во-первых, можем вспомнить всех тех, кто были до нас, записать их имена об упокоении, вспомнить всех близких к нам людей, записать их имена, послать их в алтарь напоминовения. Хорошо в этот день поисповедоваться, причаститься святых Христовых к таянам. Если мы знаем кого-то, кто, может быть, лежит в одиночестве, больной в больнице или дома, навестить или позвонить, чтобы их утешить. Вы знаете, как замечательно, как воспринимают люди одинокие, даже такой короткий телефонный звонок. Это приносит им какую-то внутреннюю радость, свет. Вообще всякие добрые дела приносят радость и свет. Можем помочь нашему сестричеству в приготовлении обеда, в приготовлении еды для бездомных, который мы кормим каждое воскресенье. Вот такие дела богоугодные. Траву косить, заниматься каким-то строительством и так далее. Вот этого надо всячески избегать, потому что мы призваны святить день воскресный, праздничный день. Так что будем помнить, дорогие братья и сестры, что всякий церковный праздник – это прежде всего духовный праздник и требует с нашей стороны добрых духовных дел. А всякие другие дела отложим на потом. Следуя примеру Господа нашего и Иисуса Христа. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбиям, всегда ныне и пристроим. Аминь. Слава Тебе. Слава Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok